здравствуйте всем друзья с праздником благовещения вас мира добра здоровья желаю всем в этом году первый раз за все время содержания коллекции я решила часть растений и кактусы и суккуленты оставить или расположить на месте зимовки юго-западное направление окон и думаю что им здесь будет хорошо находиться потому что здесь очень светлое помещение то лоджии до сих пор работает конвектор и мои растения будут получать здесь достаточное количество светом сразу скажу о тех мероприятиях которые я проводила за это время значит был первый полив 21 и 24 числа марта и вот еще за это время было опрыскивание и пина была обработка от клеща профилактическая уже об этом говорила и вчера была подкормка первое время идет март закончился апрель пора начинать делать подкормки я даже думаю что я немножко с ними при позднилась но вариант когда начинать я думаю что рассматривать не стоит просто нужно начинать и делать а еще было было опрыскивание с и пином для образования как раз бутонов и цветочных и цветения я вам показываю здесь но не комментирую про растение я хотела остановиться сейчас еще на на подкормки значит я уже который год подкармливаю вот этим удобрением неважно название но важный состав то что здесь азот фосфор и калий и меньше всего больше всего здесь фосфора это понятно но вот смотрите какие интересные здесь есть элементы так железо медь марганец бор аминокислоты эль вот он глицин смотрите аргинин триптофан фитогормоны ауксины витамины короче говоря если тут все это положено замечательно удобрение но мне у меня его было очень мало и я еще добавила так по моему монофосфат калия и что-то еще и ай кальциевую селитру по моему по чуть-чуть буквально просто потому что мне не хватило для того чтобы удобрить все растения удобряла и суккуленты и кактусы так ну давайте кстати я вам вот тут поставила для как говорится оживление приятно на все это смотреть значит первый цветок распустился о сулькарибу цсп или так называемой башни или мадам брошкина посмотрите сколько бутонов и такая погода мешает полной мере распуститься этим прекрасным цветам и я все время говорю что обладает невероятным ароматом но это в жаркий день пахнет на весь на всю квартиру не очень аромат приятного характера но он очень сильный вот такой цветочек так я вам показывала здесь мамилярия соноренсис очень крупные бутоны ножка такая сам цветок в общем-то небольшой бутоны вот обещают прямо не невероятный размер а на самом деле не очень крупный но выступает на далеко от иголок может быть специально так природа подготовила так и мамилярия кармен такой скромное цветение ну красивый тоже кактус так опунция туника то как всегда задвинуто подальше со своими иголками здесь как они были даже после зимовки не уходили отсюда и хинопсис и большие я перенесла с юго-восточного окна с подоконника мамилярии лангаты которые отсвели практически пролифера и гласи они будут уже находиться здесь а там разместились кактусы которые могут на солнышке которая вскоре будет я надеюсь набирать свои бутончики да я вам вот тут хотел остановиться граб топиталум нити носный выпускает цветочную стрелку колонхой ромбопилоза мое любимое так ну здесь цириус листа кактус штрауси и различные суккуленты суккуленты я не устою повторять это моя зеленая трада они растут растут у меня так как хотят я им а собственно говоря позволяю сильно окуститься и занимать много время вместо собой не не держать особо компактную форму но я собственно говоря и не стараясь приобретать растения которые растут розеткой к моим условиям это не подходит то есть в основном у меня всякие красавы и все такое прочее и хеверии тут не очень такие требующие большой большого вернее подсветки большой вот так ласта у него и разные и все такое прочее дикие моя переживаю за нее как она будет расти нравится мне это растение ну все с колючками все как говорится все то что с колючками с иголками это все моя тема ребята алоэ остистая красовая вата минор как окрасились листочки колонхой терсифлора красивый цвет я долго ждала прошлом году когда же он наберет вот эту красноту по краям листьев вот когда все это случилось моя любимая фаукария да много тут любимых растений на самом деле ну вот так все это выглядит тут мой зеленый уголок постояла на той стороне посмотрела на растение теперь пришла на эту полюбоваться зелени мне не хватает мало зеленый и фиолетовый оттенок растения любят эти цвета оттенки зеленого и фиолетового ну и красные так вот сегодня приходил но как только он выглядит что я начинаю снимать он у нас стесняется уходит уходит по своим делам сразу делает занятую такую мордочку типа я пошел ну ладно иди все ребят всего доброго всем спасибо за внимание пока пока